Завершаю обзор своего нового комплекта мотоциклетного дождевика. И в этом последнем видео расскажу о перчатках. Перчатки называются мотоциклетто Rain Gloves 2. И стоят сейчас 590 рублей в Crazy Iron в официальном магазине. Сделаны перчатки, как и остальной дождевик, из материала типа Cordura с пропиткой. Значит, перчатки, это не совсем перчатки, это скорее варежки. У них вот такие вот совмещенные пальцы. Получается три отделения под пальцы, понятно, под большой. И вот так вот, значит, под остальные. В чем прикол и почему я такие купил? Я такие купил, потому что мои мото перчатки, вот они, это R-S Toichi. И они спортивные и очень большие, короче говоря, по размеру. И получается так, что обычные дождевые перчатки не всегда налезают. По крайней мере, я мерил. И два, две модели разные у меня не, ну, налезли, но они впритык. И мне кажется, они бы порвались в скором времени. Поэтому вот мотоциклеты в этом плане выручили меня. Потому что у них есть такая модель. Одеваются, значит, перчатки очень просто. Ну, вернее, варежки. Очень просто. У них нет никаких застежек, ничего такого нету. Вы их просто надели. И держатся они вот раз резинка и два резинка вот чуть подальше еще. Значит, имеют на вот двух этих пальцах и, соответственно, на большом пальце шершавую такую вот вставку пришитую, как и бахилы в районе коробки передач, так и вот перчатки в этих пальцах. Это нужно, ну, понятно, для того, чтобы не так скользили они. Потому что вот они скользят. Даже по столу видно, как они скользят просто с этим материалом. А вот с этими шершавыми накладками не скользят практически. То есть вещь нужная. Сзади, ну, вернее, сверху, получается, когда едешь, есть, соответственно, такие вот вставки. Они не светоотражающие. Они просто вот такие яркие. Ну, это больше, наверное, как элемент дизайна в данном случае, а не безопасности. Размер этих перчаток у меня XL. Подходят они мне отлично. Размер мотоперчаток вот этих здоровенных у меня M. Но они, блин, M я не знаю, почему написано. Потому что они реально здоровые. Вот, вы сами видите. Вот. И эти перчатки дождевые подходят отлично. Они чуть-чуть в ширину великоваты, но это не мешает по факту. Я этого боялся, что будут мешать. Но по факту, в принципе, один раз привыкнуть к ним и вообще к такому вот форм-фактору. И дальше ездить удобно. В перчатках, как и в остальном дождевике, я уже успел покататься и в дождь, и просто в холодную погоду, и расскажу небольшой отзыв. Ну, в дождь не протекают, начну с этого. Но, на самом деле, для меня это даже не столь важно было. Для меня главное было, чтобы у них было тепло. Потому что я их покупал. Вот именно перчатки. В первую очередь, даже не от дождя, а от холодной погоды. Чтобы можно было их носить в межсезонье, при температурах, ну, где-то от плюс пяти и до минус трех. Вот так вот я езжу. И они в данном случае отрабатывают на 100%. Потому что в них, вот я езжу, например, час, полтора, два, в тех перчатках своих спортивных и вот в этих дождевых. И совершенно, то есть, руки вообще не мерзнут. При том, что как бы эти перчатки дождевые, они сделаны из однослойной вот этой кордуры. Поэтому я боялся, что она будет так себе работать. Но по факту они работают как виндстоппер и отсекают вообще весь холодный воздух. И плюс они еще большие. Они даже не большие, они длинные. Вот они на моей перчатке. И посмотрите, насколько они длиннее в эту сторону. Как бы если тут до конца сделать. И поэтому они как бы под куртку ничего, воздух не попадает. И плюс, вот именно перчатки я, скорее всего, буду возить с собой на мотоцикле постоянно. Ну, когда не совсем жаркая погода, а такая средняя. Потому что они, место занимает всего ничего. Если остальной дождевик, он еще более или менее объемный, то перчатки всего ничего. И багажник моего мотоцикла, CB400, они залезают без проблем. В принципе, по дождевику у меня все. В прошлых видео, напоминаю, я уже сделал обзоры на весь свой дождевик. В том числе куртку дождевую, штаны дождевые и бахилы дождевые. И вот этим видео про перчатки, в принципе, заканчиваю цикл видео про мой новый дождевик. И напоминаю, все ссылки на вот эти 4 элемента находятся под видео.